Автомобильный музей «Моторы Октября», обосновавшийся на территории московского завода «Кристалл», отметил свой первый день рождения. Поздравить галерею с годовщиной пришли не только поклонники ретро-машин, но даже певцы и актеры. Я тоже очень люблю это место, потому что с каждой из машин у меня тоже свои воспоминания. И советского детства, и зарубежных гастролей, и концертных выступлений. Здорово, что «Моторы Октября» есть, выжили в этот тяжелый коронавирусный год, выжили. Даже несмотря на пандемию, музей опережает свои планы по количеству посетителей. Полюбоваться уникальными экспонатами ежедневно приходят десятки семей. А посмотреть здесь действительно есть на что. Постоянная выставка насчитывает 250 редких машин. И за прошедший год она обновилась на треть. Почти все автомобили, представленные в Музее «Мотора Октября» на ходу. Почти все – это примерно 90%. Они не только украшают собой выставку, но и принимают участие в других мероприятиях, в том числе в ралли. Наша главная задача – это показать, раскрыть красоту автомобиля, красоту этих предметов. Даже не столько техническая сторона меня больше интересует, сколько вот эта прекрасность, которую они несут. Кроме того, в музее постоянно проходят различные мероприятия, как публичные, например, музыкальные фестивали, так и частные, свадьбы, корпоративы, фотосессии. В планах руководства привлечь больше талантливых людей из мира современного искусства, чтобы чаще устраивать культурные события для посетителей. Вообще мы не рассматриваем себя как музей, как такой, знаете, такого мастодонта с такими жесткими правилами. Мы создаем движуху, не говоря простым языком. Мы хотим, чтобы музей был и клубом, и домом, и местом, где можно встречаться, разговаривать, обсуждать какие-то проблемные вопросы. Интересно, что в музее «Мотора Октября» можно не только наслаждаться издалека интересными автомобилями, но и их трогать в прямом смысле этого слова. Мы вот, например, сейчас присели в «Победу», где можно покрутить руль, подергать рычажки, понажимать всякие кнопочки. Забавно, и детям очень это нравится. Насыщенная программа мероприятия, приуроченного к первому дню рождения музея, включала в себя шоу силачей, световое представление роботов, экскурсии, интерактивные квесты. В общем, скучать не пришлось никому – ни подрастающему поколению, ни взрослым почитателям классических автомобилей. Продолжение следует...